Добрый день, уважаемые коллеги! Но и наши коллеги, интернисты, потому что только вместе с ними мы можем правильно лечить сегодня иммунообосредные нежелательные явления. Я несколько таких интересных, с моей точки зрения, каких-то таких последних публикаций хотела бы вам представить, поскольку более подробные сообщения о конкретных нежелательных явлениях будут представлять мои коллеги. Первое – это новости с того конгресса европейского, который вот только что прошел, и где, конечно, вопросом безопасности, диагностики, профилактики, лечения было очень много внимания уделено, не только ковиду. И вот одна из работ, которая изучает очень важный вопрос для нас – это вопрос такого поиска предсказательных маркеров иммуно-онкологических осложнений. Мы знаем, что далеко не каждый пациент сталкивается с такими осложнениями, в то время как у отдельных пациентов мы видим одно, два и более осложнений. Конечно, очень хотелось бы заранее, так скажем, иметь возможность предвидеть, столкнемся ли мы с осложнениями, особенно если идет о тяжелых осложнениях или нет. И вот одно из исследований как раз было связано с попыткой определения уровня аутоантител как предсказательного маркера развития иммуно-посредственных нежелательных реакций. Здесь использовали персонализированные микрочипы для выявления аутоантител, связанные с известными, а сегодня аутоиммунными заболеваниями. Панель включала 162 антигена. В исследование было включено 30 пациентов, преимущественно это была меланома и опухоли головы и шеи. И из этих 30 пациентов у 17 развились иммуно-посредственные желательные явления. Второй и более степени. Что это было? Пневмонит, гипотиреоз. Ну, в принципе, стандартный такой набор. Гепатит, калит, миокардит, медингит, гипофизит, диабет. Из этих пациентов 60% получали антипедиантитела в монорежиме и 40% получали комбинированную иммунотерапию. И показано, что до начала лечения и после его отмены в связи с иммуно-посредственными нежелательными явлениями, те пациенты, у которых они развелись, имели более высокий уровень 6 специфических антигенов в сравнении с 7 пациентами, у которых таких иммуно-посредственных осложнений не было и в сравнении со здоровым контролем. Причем имел место такой органо-специфический характер связи предшествующих антигенов и иммуно-посредственных осложнений, в частности, антитела к антикардиальному миозину были выявлены изначально у пациента, у которого в дальнейшем развился миокардит. Конечно, это метод, который только начинает развиваться, и это пока далеко от такого его уже клинического применения. Но, тем не менее, все-таки вывод, безусловно, заслуживает интереса о том, что повышенные уровни специфических аутоантител до начала иммунотерапии могут быть использованы для выявления пациентов с таким высоким риском развития иммуно-посредственных нежелательных явлений. В другом исследовании авторы оценили влияние пола на риск развития осложнений от иммунотерапии. И мы видим, что больше 100 пациентов вошло в анализ. Опухоли были самые разные. Это тоже и головая шея, опухоль легкого, меланома, колоректальный рак. И в этом исследовании показано, что женский пол является фактором риска развития иммуно-посредственных нежелательных явлений. И причем не только в однофакторном, но и в многофакторном анализе после корректировки по типу опухоли, по статусу ЭКО, по виду терапии и по некоторым другим характеристикам. Поэтому тоже это не значит, что мы не лечим пациентов женского пола. Но, в общем-то, может быть, именно у этих пациенток наших мы должны быть, так скажем, более готовы к встрече с иммуно-посредственными нежелательными явлениями. Ну, вот это исследование мне показалось очень интересным. Это исследование, предварительные результаты которого были представлены таким очень известным специалистом в области лечения меланомы, в области иммунологии, Джеффри Вебером. Проводилось оно в четырех центрах Соединенных Штатах Америки. И была изучена интересная уже тройная комбинация в лечении метастатической линии резектабельной меланомы. Это неволумаб, эпилемумаб и тоцелемумаб, тоцелизумаб. Мы знаем, что тоцелизумаб – это препарат антитела, блокирующий рецептор интерликина-6, который ассоциируется, во-первых, с более низкой эффективностью иммунотерапии опухолей, при меланоме, в частности, и при раке легкого это было показано, и является неблагоприятным прогностическим фактором. Используется он сегодня уже не только в лечении некоторых аутоиммунных заболеваний, но и есть публикации, которые подтверждают его эффективность при лечении стероид-рефрактерных иммунопосредных нежелательных явлений. И вот авторы, используя такую схему, выдвинули предположение, что возможно не только снизить риск развития иммунопосредных нежелательных явлений, но и повысить эффективность иммунотерапии, поскольку у тоцелизумаба есть еще и дополнительные иммунологические эффекты. Схема, хочу обратить внимание, что в этом исследовании использовалась вот эта обратная схема, модифицированный режим, эпилемумаб в дозе 1 мг на килограмм, невлумаб в дозе 3 мг на килограмм, о котором мы вчера говорили, совместно с тоцелизумабом в дозе 4 мг на килограмм каждые 6 недель. Вот те данные, которые были представлены, пока промежуточные, и эффективность лечения оценивана у 29 пациентов с медианой наблюдения 8 месяцев. Что оказалось? Частота объективных ответов составила 58%. Кроме того, у 5 пациентов была стабилизация, и таким образом суммарно контроль над заболеванием был достигнут у 75% пациентов. Сразу идет отсылка к исследованию, о котором я вчера говорила, Checkmate 511, где сравнивалась переносимость двухдозовых режимов, в том числе и вот такого модифицированного. И в этом исследовании частота объективных ответов составила 47%, то есть на 10% увеличилась частота объективных ответов при использовании тройной комбинации. Медиана длительности ответа, правда, в этом исследовании не была такой большой. Она составила 7,2 месяца. Если мы посмотрим на результаты классического 0,67-го исследования, то там медиана ответов не была достигнута ни в комбинированной группе, ни в группе монотерапии, ни в лумабом. Но медиана выживаемости без прогрессирования также на момент публикации данных в этом исследовании не была достигнута, потому что 20 из 22 пациентов с ответами и стабилизацией оставались без признаков прогрессирования. Теперь, что касается переносимости лечения. В оценку переносимости в анализ было включено 41 пациент, которые получили хотя бы одно комбинированное введение. И частота связанных с лечением нежелательных явлений в третьей и более степени составила 17%, что, согласитесь, для комбинированной иммунотерапии, даже модифицированной, очень и очень такая цифра, в общем-то, сопоставимая с частотой нежелательных явлений антипедиа-антитил в монорежиме. И, например, если говорить опять же о исследовании Checkmate 511, то там аналогичный показатель составил 34%, то есть в два раза больше. Кроме того, все связанные с лечением нежелательные явления были обратимы, то есть разрешились. И только у 14% пациентов возникла необходимость досрочного окончания лечения. Таким образом, вот эти первые, конечно, это пока промежуточные результаты. Но, в общем, они уже показали, что добавление тоцелизумаба к комбинированной комбинации пилимумаба и неволумаба, ну, как будто бы снижает и частоту выраженных нежелательных явлений, и, причем очень существенно, и повышает частоту объективных ответов. Что еще было показано? Что высокий уровень таких маркеров, как интерлекин-8, на седьмой неделе ассоциировался с прогрессированием заболевания, и высокий уровень фактора некрозоопухоли альфа до начала лечения также ассоциировался с развитием именно тяжелых осложнений, в частности, третьей-четвертой степени. Поэтому авторы сделают вывод о том, что необходимо проведение уже рандомизированного исследования второй фазы, где эффективность тройной комбинации будет сравниваться с эффективностью стандартной комбинации пилимумаба и неволумаба, и, возможно, еще будет добавлен ингибитор интерлекина-8 для снижения риска развития тяжелых осложнений. С моей точки зрения, такое очень интересное исследование. И, кстати, буквально в четверг у нас проходил центр компетенции, и мы обсуждали интересного пациента, который после удаления первичной опухоли и метастазов в региональных лимфоузлах в качестве одевантной терапии получал комбинированную таргетную терапию. И при контрольном обследовании через три месяца таргетной терапии у него выраженное прогрессирование заболевания. Соответственно, исходно признаков болезни не было. И, честно говоря, если бы я сама не видела результаты ПТКТ, а кто-то бы мне сказал об этом, то я так не очень бы в это поверила. Но у пациента множественное поражение за эти три месяца, имея, берав мутацию В600Е, находясь изначально без признаков болезни вообще. За три месяца у него появились множественные метастазы в печени, в легких, в селезенке, в лимфоузлах, причем размеры до 3-4 см. Вот такая вот ситуация. Плюс, естественно, стал вопрос, что такому пациенту с прогрессией, что мы можем на таргетной терапии? Мы можем предложить только комбинированную иммунотерапию с таким объемом поражения. Но у пациента срязоформный артрит, который ему лечат с использованием химиотерапии. И, конечно, вопрос, так сказать, развития возможных осложнений на фоне иммуны, провоцирования, усиления тяжести этого артрита, оно, конечно, под очень большим вопросом. И вот в его конкретной ситуации я как раз и вспомнила об этом исследовании, потому что мне кажется, что вот в такой ситуации, скажем, если, конечно, эти данные будут еще дополнительно подтверждены другими исследованиями, вот такие пациенты, ну, безусловно, являются кандидатами для, скажем, того, чтобы мы к стандартной иммунотерапии могли бы добавить какие-то дополнительные препараты для снижения риска осложнений, риск которых у него очень высок. Вот это исследование тоже, ну, мы его всегда обсуждаем на конференциях, связь между иммуно-посредственными нежелательными явлениями и эффективностью терапии. И надо сказать, что все-таки до сих пор результаты работ, которые представлены, ну, они, в общем, достаточно противоречивы. Есть работы, которые очень четко прослеживают такую взаимосвязь, да, а в некоторых работах, как будто бы такой явной взаимосвязи нет. Но вот при гепатоцеллюлярной карциномии это не исследовалось, и авторы поставили себе задачу как раз вот такую корреляцию оценить. Поэтому в исследовании были отобраны 406 пациентов с нерезиктабельной или метастатической гепатоцеллюлярной карциномой, которые получали ингибиторы контрольных иммунных точек в международных исследованиях и вошли в базу FDA. И вот в мультицентровой когорте, где подавляющее большинство пациентов, а именно 85% получали антипедиантитела в монорежиме, действительно было показано, что пациенты, у которых развились, связанные с лечением нежелательные явления второй и более степени, имели лучшие показатели и общей выживаемости, и выживаемости без прогрессирования, чем те пациенты, у которых не было зарегистрировано таких нежелательных явлений. Вот вы видите цифры в общей выживаемости 23 против 12 месяцев, выживаемость без прогрессирования почти 10 против 4, причем различия оставались достоверными и после коррекции по другим факторам прогноза. Таким образом, вывод, который авторы сделали, говорит о том, что развитие связанных с лечением нежелательных явлений на фоне иммунотерапии второй и более степени коррелирует с лучшими результатами иммунотерапии гипотоцеллюарной карциномы. И это исследование тоже мне посчиталось полезным представить, потому что мы сейчас все больше практически перешли на вот такие режимы введения иммуно-онкологических препаратов с увеличенным сроком, с увеличенным интервалом между лечением. Это сегодня у нас есть такая возможность и для пембролизумаба, и для неволумаба, но все-таки нередко какое-то такое легкое сомнение о том, что так ли будут переноситься эти более высокие дозы по сравнению уже с теми, к которым мы привыкли, оно все равно где-то в глубине души остается. И авторы этого исследования, которые свои результаты представили на Всемирной конференции по раку легкого, которая тоже в сентябре проходила онлайн, вот они оценили эффективность и безопасность вот этого нового режима неволумаба, которым мы сегодня уже активно пользуемся, но для рака легкого в рамках исследования Checkmate 907. Уже известно, что неволумаба второй линии терапии метастатического немелкоклеточного рака является стандартом, его эффективность и доказана, и прослежена в рамках трех-двух исследований, есть отдаленные результаты лечения, и в этих исследованиях использовался более традиционный режим, 3 мг на килограмм каждые две недели, и медиана общей выживаемости составила 11 месяцев, частота объективных ответов составила 20% в группе с неволумабом, и нежелательные явления имели 68% в целом, и 11% пациентов имели нежелательные явления третьей и четвертой степени. Что показало вот это исследование с удвоенной дозировкой неволумаба? Первое. Очень низкую частоту тяжелых осложнений. Мы видим, что нежелательные явления, связанные с лечением, зарегистрированы практически у отдельных пациентов. Да, конечно, количество включенных пациентов в это исследование, оно не сопоставимо с регистрационными, но тем не менее 129 пациентов. Смотрите, там буквально 5-2% пациентов, которые имели серьезные нежелательные явления, нежелательные явления третьей и четвертой степени, нежелательные явления, которые привели к отмене терапии. Спектр нежелательных явлений уже хорошо нам известный. Если говорить об эффективности, то здесь тоже нет никакого существенного проигрыша. Медиана общей выживаемости 11 месяцев и медиана выживаемости без прогрессирования 3,7 месяца. Поэтому выводы данный режим, 480 мг каждые 4 недели, по профилю безопасности сопоставим с режимом 3 мг на кг каждые 2 недели. Это исследование не продемонстрировало никаких новых сигналов по безопасности, и большинство зарегистрированных нежелательных явлений было первой и второй степени, а эффективность в этом исследовании неволумаба также не отличалась от результатов регистрационных исследований. Поэтому сегодня эти результаты подтверждают возможность использования этого режима при различных опухолях, включая и вторую линию немелкоклеточного рака легкого. Работа этого года – еще один анализ времени начала и времени разрешения иммуноопосредственных нежелательных явлений по результатам 23 клинических исследований, которые включало более 8 тысяч пациентов. Такой анализ достаточно подробно был проведен и для всех осложнений, и для более тяжелых осложнений. На что мне хотелось бы обратить внимание, что все-таки для комбинированной иммунотерапии практически для всех нежелательных явлений характерно более раннее начало в сравнении и с эпилемумабом в монорежиме, и с неволумабом в монорежиме – это первая колонка медиана времени в неделях до начала иммуноопосредственных нежелательных явлений. Мы видим, что и дерматиты, и осложнение стороны желудочно-кишечного тракта, гепатиты, эндокринопатии – все эти группы нежелательных явлений на комбинированной иммунотерапии развиваются в более ранние сроки, и мы тоже должны быть к этому готовы. В частности, например, мы говорили сегодня про гепатит, который развился у пациентки. Смотрите, медиана 6 недель. По сути дела, это второе введение. Да, я заканчиваю. И вот еще одна работа, ну не знаю, может быть, это тоже не руководство к действию, но просто мне показалось интересным вспомнить о биологических эффектах витамина D. Мы знаем, что это такой очень важный витамин, который участвует очень во многих процессах, в том числе в регуляции костного метаболизма, но дефицит витамина B, полиморфизм рецепторов к этому витамину связан и в том числе с развитием тяжелых аутоиммунных заболеваний. И сахарный диабет, и ревматоидный рат, и рассеянный склероз, и другие. И сегодня используется в комплексной терапии этих заболеваний, потому что у него выявлены иммунолигураторные свойства. И вот авторы на самом деле приводят результаты различных доклинических исследований. И вот эти иммунолигураторные свойства потенциально делают применение витамина B как средство профилактики иммунопосредственных нежелательных явлений и повышения эффективности иммунотерапии. Это просто информация к сведению. Благодарю за внимание. Продолжение следует...